Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЕТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Самым бедным регионом России является республика Тува, где уровень бедности более 41% от численности населения. Эти цифры привела не кто-нибудь, а вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на российском инвестиционном форуме в Сочи. И при этом она призвала правительство присоединиться к решению задачи снижения бедности, которую поставил президент страны Владимир Путин. Вот это вот забавное объявление мы сегодня, в том числе, и обсудим с известным российским экономистом, прошлым министром экономики Российской Федерации, председателем партии «Перемен» Андреем Алексеевичем Нечаевым. Добрый день! Добрый день! Андрей Алексеевич! Маленькую поправку. Я председатель партии «Гражданская инициатива». А, гражданская инициатива. Исус-то оказал нам пока переименование. А, я понял. Значит, интернет спешит. Политическая игра идет. Да. Тогда я начну все-таки со своего вопроса, который очень, у меня прямо, то, что называется, язык чесался. Спросить вас об этом. Если вице-премьер призывает публично, я так понимаю, правительство, в которое оно входит, присоединиться к решению задачи снижения бедности, то можно ли предположить, что до сих пор правительство занималось прямо противоположными, решением прямо противоположных задач? Но логика подсказывает, по крайней мере. Ну, я бы здесь не драматизировал эту фигуру речи Татьяны Голиковой. Она просто как человек, ну, как бы лично отвечающий в том числе и за решение проблем бедности, ну, хочет разделить свою ответственность с коллегами и призывает их более активно работать в социальной сфере. И никакого глубокого смысла, поверьте мне, в этой фразе нет, так она как бы призывает к коллективной ответственности. Но, с другой стороны, она же приводит цифры в своем выступлении с 2012 по 2017 год. Количество людей, живущих ниже черты бедности, определенной российским статистическим управлением, выросло на 3,9 миллиона человек. Ну, это цифры давно известные, это цифры, кстати, по 2017 год. По 2017 году еще окончательных цифр нет, но по итогам 9 месяцев, по-моему, Голикова об этом тоже говорила, там чуть-чуть ситуация улучшилась, было на 0,4% пункта, число бедных стало меньше. Но, вы знаете, это все такие игры в статистику, потому что реального уровня бедности, о чем, кстати, вот Медведев в своем выступлении тоже говорил, никто не знает. Скажем, Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужба, она проводит эпидемиологически такие очень интересные исследования на основе опросов. Оценка как бы субъективной бедности, вот насколько люди сами себя воспринимают как малообеспеченные, как малоимущие, так вот там эта процентная доля, она примерно вдвое больше. Поэтому, ну, я всегда шучу, что, такая горькая шутка такая, что есть очень простой способ ликвидировать бедность, ну, надо просто жизненный уровень, в смысле, прожиточный минимум понизить, и у вас сразу... Ну, да. Медведев теоретически можно даже до нуля довести. У нас, кстати, в Израиле так и делают. Ну, да, это такая допрашивающая. Я тут все, что на Нобеля в экономике не претендую, допрашиваю, если это решение проблемы. И, кстати, вообще в последнее время было очень много критики Росстата. В конце прошлого года, как, возможно, ваши зрители знают, поменяли руководителя российского статистического агентства, в результате чего мы получили переоценку темпов экономического роста за прошлый год. Прямо так, вдруг они резко выросли. Может, конечно, случайные совпадения. Речь идет о том, что действительно, вот те методики, которые использует Росстат, они дают какую-то очень такую условную картину, в том числе применительно к уровню бедности. И вот на этом же Сочинском форуме Медведев призвал, значит, нарисовать, собственно, портрет бедняка. Чтобы понять, кто действительно туда входит и какие меры власть должна предпринимать. Другое дело, что он как-то немножко задержался с этим своим предложением. Вообще-то его можно было бы лет пять, как минимум, назад внести и уже давним-давно реализовать. Потому что это действительно серьезная проблема, она, наверное, проблема во всем мире, но в России она точно есть. Это так называемая адресная социальная помощь. У нас ведь сплошь и рядом оказывается, что формально семья малоимущая, ну, просто там, например, глава семьи формально нигде не работает, а при этом занимается бизнесом и имеет вполне себе достойные доходы. А с другой стороны, там, формально, по роду доходов семья, там, на 100, 200, 300 рублей превышает вот этот вот уровень, как праве претендовать на какие-то формы социальной поддержки со стороны государства, она этой поддержки не получает, а по расходам она, в общем, в нищете фактически. Поэтому, ну, здесь есть как бы два момента. Первое, конечно, должно стать реальным, я тут солидарен с Голиковой, реальным приоритетом для правительства, потому что это унизительно, что страна, которая там претендует на то, чтобы быть одним из мировых лидеров, находится по уровню бедности, там, где-то в районе Африки. Но второе, надо, конечно, кардинально менять социальную политику. Надо действительно, действительно, вот нарисовать этот портрет бедняка и по-другому строить социальную помощь. Андрей Алексеевич, тогда вопрос возникает, а где взять деньги на это? Ну, с деньгами-то все относительно неплохо. У нас бюджет прошлого года был с профицитом, то есть с отношением доходов над расходами. А бюджет текущего года, так же, как 20-го и 21-го, ну, видимо, тут правительство перестраховывается в ожидании санкций и в расчете на то, что они могут иметь достаточно жесткие болезни для российской экономики характера, чего пока не было. Опять-таки, бюджет сверстан с профицитом. У нас, ну, не такие, как в Норвегии, и даже не такие, как в Кувейте, но, тем не менее, достаточно приличные деньги накоплены в фонде национального благосостояния, который задумывался изначально, как некая подушка безопасности для пенсионной реформы на переходный период. Реально он используется для чего угодно, кроме того, для чего он, собственно, был задуман. Инвестируется в строительство высокоскоростных магистралей железнодорожных, они никогда не будут окупаемы, поэтому не исключено, что на этих деньгах можно поставить крест. Ну, и я уже не говорю о двух таких моментах, как перераспределение бюджетных приоритетов. У нас в последние годы совершенно очевидным приоритетом были военные расходы, расходы на правоохранительные органы. Ну, то есть, это я всегда говорил, что это был бюджет страны, готовящийся то ли к войне, то ли к революции. И второе, это, конечно, повышение эффективности бюджетных расходов, потому что даже счетная палата, ну, в целом, орган такой вполне лояльный к правительству, особенно таковой она была при прошлых руководителях Степашини и уже упомянутой сегодня в суде Татьяне Горьковой, но и то она неоднократно указывала, что чрезмерные затраты и в рамках государственного заказа, и в рамках других направлений использования бюджетных средств, и в рамках, кстати, заказов государственных компаний и государственных корпораций, эти избыточные расходы превышали триллион рублей всегда. Ну, по-моему, триллион рублей, по российским меркам, это приличные деньги. Да. Андрей Алексеевич, еще вопрос по выступлению Горьковой. Вот вы упомянули так называемый, ну, Медведев об этом, и она тоже говорила, о том, что нужно создать индивидуальные портреты бедности. Так вот, что-то говорилось о том, что должно включаться в этот портрет бедности. Будут ли включаться в него расходы граждан на образование, на кружки для детей, на спортивные секции, на лекарства, на отпуск. Из чего будет состоять этот портрет? Или опять только то, что в магазине купили, или на рынке, и все. Ну, я не Дмитрий Анатольевич Медведев, и даже не новый руководитель Росстата, поэтому что они будут туда включать, я, конечно, не знаю, и пока можно об этом только гадать. Но, вы знаете, вы перечислили такой длинный список, что часть этих расходов, она уже включается. Скажем, расходы на лекарства, или там расходы на пассажирский транспорт. Другое дело, в чем постоянно упрекают правительство, Росстат, он тут просто подночек патронов, в данном случае, не играет первую скрипку. Независимые эксперты в том, что тот прожиточный минимум, та потребительская корзина, на основе которой она скриптуется, это не потребительская корзина жизни, это потребительская корзина физиологического выживания. Поэтому, конечно, никаких там театров или поездок на курорт там нет и в помине. Там достаточно примитивный набор продуктов питания, одежды, ну и те необходимые траты, которые семья просто не может не нести, если она законопослушная семья, например, там квартплата, налоги. Я неоднократно говорил, у нас регулярно возникает дискуссия, обычно подачи коммунистов, вообще таких левых политических сил, что надо ввести прогрессивный подоходный налог. Я всегда отвечаю. Я за, давайте начнем вот с чего. Освободим бедных от подоходного налога совсем. Потому что для них, вот эти несколько тысяч, которые они платят в виде НДФЛ, это реальные суммы с точки зрения их конкретного уровня жизни. И это, безусловно, надо сделать. Я не понимаю, почему наша власть этого не делает, потому что масштабный бюджет – это мизерные доходы. А для этих конкретных семей это было бы серьезное подспорье, чтобы их освободили от налога на доходы физических лиц. Ну да, в этом есть что-то. Тем более, если говорят, что 13% в стране бедных, то не такие большие суммы. Еще один вопрос, одна тема, резонансная, связанная с российской экономикой. Арест основателя инвестиционного фонда Беринг-Восток Майкла Калви. Разные оценки по этому поводу в России. В Кремле говорят, что это никак не скажется на инвестиционном климате в России. А вот господин Кудрин оценил ситуацию с арестом Калви, как я цитирую, «чрезвычайную для экономики». Андрей Алексеевич, кто прав? Кудрин? Я прошу прощения за такую почти самую цитату. Просто у нас с вами не так много времени. Я вчера как раз выступал на Радио Свобода. И я и еще двое экспертов, мы вот просто всю передачу ровно эту тему обсуждали. Поэтому если вашим слушателям вдруг будет интересно, они могут эту запись открыть вот вчерашнего дня на Радио Свобода. Если говорить коротко, то я бы сказал так. С точки зрения долгосрочных инвестиций в так называемые реальные секторы, хотя я не люблю этот термин очень, или то, что обычно в статистике называются прямые инвестиции, особенно-то в России уже и пугать-то некого. У нас их осталось минимум и минимум. С 2008 года идет чистый отток капитала. То есть вывоз капитала превышает приток инвестиций. Поэтому это будет, конечно, ударом в большей степени для спекулятивного капитала. Как это не покажет странно. Для меня, для самого, это было, надо сказать, некоторое откровение. У нас в январе был рекордный, ну, по крайней мере, такой скачкообразный, прирост спекулятивного капитала, в том числе на рынке ценных бумаг. Потому что новый американский конгресс, как-то тема санкций ушла на второй план, там люди рассаживались, и, в общем, видимо, наиболее рискованные, или склонные к риску инвестора, они решили, ну, вот миновала беда, и вернули деньги на российский рынок. Кстати, в последние дни наблюдаются обратные, опять же, говорили о санкциях, и обратная тенденция, значит, резкий спад. Вот для такого рода инвесторов, которые очень чутко реагируют на всякие новости, особенно, конечно, на плохие, это, конечно, очень такой серьезный знак, это вот прямо черная метка такая. Вот. Но в целом, в целом, конечно, конечно, все это не в плюс российскому инвестиционному климату. Но, знаете, здесь, я вот об этом вчера тоже говорил, здесь есть другой очень негативный сигнал. Много лет уже идут разговоры, в свое время, когда президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев, он даже пытался на практике либерализовать наше уголовное законодательство в части экономических преступлений, в том направлении, что не нужно до решения суда этих людей сажать в тюрьму. Если это не терроризм, если это не преступление против личности, если это не бандитизм, там, не убийство и так далее, не связанное преступление, не связанное с насилием, а это чисто экономические преступления, то не надо этих людей сажать. И регулярно к этой теме дискуссии возвращаются. Кстати, Путин об этом говорил. Так вот, на практике мы видим то, что мы видим. Кальвия посадили за чистое экономическое преступление, которого, может быть, еще вовсе и нет, потому что они сами говорят и приводят аргументы, что это чистый спор хозяйствующих субъектов, и вообще правильно ли была оценена компания, которой отдали долги. Вот там одна сторона говорит, что она была многократно переоценена, Кальвия утверждает, что у нее была хорошая выручка, и это реальная оценка, по которой они эту компанию отдали все долго банку. Ну, в общем, чистое дело для арбитража, вот то, что называется спор хозяйствующих субъектов на юридическом языке, и за это человек сражают. Вот это очень плохой сигнал. Сигнал для российского бизнеса, в первую очередь, что ни о какой либерализации уголовного законодательства мечтать не приходится. Что силовики настолько сейчас сильны, что плевать они хотели вот на все эти дискуссии о том, кого можно сажать, кого нельзя сажать, и так далее. Что бы хотели, посадили. Андрей Алексеевич, спасибо огромное за это очень интересное интервью, спасибо, всего самого доброго, и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо и вам, друзья, что были с нами, всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова